Вести Дагестан Информационно-аналитическая система «Медиалогия» подготовила рейтинг, согласно которому исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев занимает 17-ю позицию в медиарейтинге губернаторов России за июль. В сравнении с предыдущим значением руководитель региона поднялся на 25 позиций. В первой пятерке рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, далее губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Татарстана Рустам Миниханов, приморье Андрей Тарасенко и глава Чечни Рамзан Кадыров. В Махачкале прошла седьмая стратегическая сессия. На этот раз она собрала промышленников Дагестана и специалистов этой области. Говорили о том, чего не хватает региону для развития заводов и предприятий и выхода их на новый конкурентный уровень. Свой опыт в решении проблем готовы предложить флагманы дагестанской промышленности. Это концерн Кэмс, Дагдизель, завод имени Гаджиева. Однако есть вопросы, решать которые и им не под силу в одиночку. Седьмая по счету стратегическая сессия проходит уже в привычном формате. Шесть групп. Несколько заданий, лишь полчаса на каждое. Команды предлагают свои приоритетные направления развития промышленности, сильные и слабые стороны и риски, которые могут возникнуть. Но перед тем, как группы разделились, обсуждают вопрос в более широком формате. В структуре валово-регионального продукта промышленность на долю промышленности приходит 7,6%. В налоговом потенциале республики доля промышленности составляет порядка 35%. Поддержку отрасль может получить из федеральных программ. В прошлом году республика приняла участие в 10 из них. Помимо этого промышленность нуждается в инвесторах. Они и пока еще не спешат вкладывать в республику. Вице-премьер заявляет о необходимости создания для них равных условий. В свою очередь спикеры говорят о том, что оборонные предприятия должны осваивать производство гражданской продукции. Ведь заказ достается не всем. Ставку нужно делать на территориальное развитие. В качестве примера Каспийск, который объявлен территорией опережающего развития, ее резиденты получат налоговые преференции на очереди дагестанские огни. В республике создано 5 индустриальных парков, где на сегодняшний день осуществляет деятельность 23 резидента, объем выручки которых в 2017 году составил 3,6 миллиарда рублей. И создано новых рабочих мест 829. Созданный приступил к работе фонд развития промышленности Дагестан с общим объемом капитализации 75 миллионов рублей. Итак, после предварительных обсуждений группы озвучивают свои мысли создания индустриальных парков, интеграция в крупные корпорации, судостроение и судоремонтные заводы, авиапромышленность. Это все то, во что, по мнению участников сессии, нужно вкладываться в первую очередь. Сами же промышленные гиганты Дагестана считают, что без рынка сбыта говорить не о чем. Свою состоятельность они доказали, реализуя программу импортозамещения, а сейчас вновь остаются без заказов. При том, что, к примеру, дагестанские аграрии и дорожники закупают те же тракторы и бульдозеры за рубежом, хотя производить их можно и у нас. Самолет, вертолет, трактор, булу, что бы то ни было, в таком вот предприятии вот что-то, задача. Тогда вокруг этого будет крутиться экономика. Вот беда наша. И все же заказы при правильной политике получить можно, но кто будет стоять у станка? Престиж рабочей профессии теряют, а вместе с тем заводы теряют специалистов, собравшиеся, предлагают формировать в школах спецклассы с физико-математическим уклоном. В дальнейшем это будут абитуриенты технических вузов. Учебные заведения от себя должны гарантировать им практику на производстве и трудоустройство. Это, в свою очередь, улучшит качество продукции. И тогда те же аграрии, возможно, захотят закупать технику нашего производства. И конечная цель не импортозамещения, а экспорт за рубеж. Жители Дагестана могут принять участие в обсуждении проекта плана противодействия коррупции в республике на 2018-2020 годы. Проект документа уже размещен на официальном сайте главы региона и включает в себя комплексную работу, в том числе общественные обсуждения, социологические исследования, контроль за работой госучреждений, проверки и работу с молодежью. Предложения и замечания к проекту плана необходимо направить до 13 августа на бумажном носителе по адресу проспект Ленина-1, Дом правительства, Управление администрации главы и правительства по вопросам противодействия коррупции. На горном полигоне Аданак проверили боевую готовность подразделений 727-го отдельного батальона морской пехоты. Военные учения проводятся в рамках выполнения плана боевой подготовки в летний период обучения. В них принимают участие 250 человек личного состава и почти 30 единиц боевой техники. Цель мероприятия – изучить состояние боевой подготовки и проверить практические действия батальона по тревоге. В учениях задействована авиация и артиллерия. Основное внимание уделено введению боевых действий в городских условиях, а также использованию при этом комплекса разведывательного управления связи. Отдельная задача, по словам командира Владимира Болотина, это захват объектов условного противника подразделениями морской пехоты. Для проверки слаживания подразделений на незнакомых полигонах, подразделения батальона тактической группы готовы выполнять задачи на суше, с море, а также с воздухом. В Махачкале удалось предотвратить трагедию. Внезапное возгорание дома могло унести жизни людей. Однако оперативно среагировав на сигнал о помощи, подоспели сотрудники патрульно-постовой службы. Они оперативно эвакуировали людей, а после успешно справились и с самим огнем. О спасателях не по долгу службы, а по зову сердца, репортаж Эльмирала Хаматовой. Это был обычный день, когда вся семья, это муж, жена и их дочери находились дома, и ничего не предвещало беды. Соседи заметили дым возле чердака и предупредили его жителей о пожаре. Но на тот момент огонь полыхал большой силой, и самостоятельно выбраться из дома было невозможно. Первыми отреагировали на вызов сотрудники полиции. В тот момент они патрулировали по городу. Им удалось срочно эвакуировать людей. Взяли хозяйку, но она упала обморок. Они ее привели к чувству и держали в машине долго, пока пожар не потушился. Благодарность от нас, от нашей семьи, за то, что они нас спасли от бедствия. Войдя в горящий двор жилого дома, они вывели из огня двух несовершеннолетних детей, а затем и взрослых. Правоохранители вернулись в объятый пламенем дом и постарались не допустить распространения огня на соседние строения. На чердачном перекрытии жилого помещения полицейские справились со стихией. Они буквально подручными средствами локализовали ее. В ход пошли все подручные средства, ведра, тазики, чем могли, поливали, пытались затушить пожар. Но, я думаю, чем смогли, тем помогли. Я думаю, любой на нашем месте это сделал бы. Этот дом 60-х годов постройки – старое строение с большим количеством горючего материала. Воспламенение здесь произошло мгновенно. Пожар усиливался прямо на глазах. Мы вышли, уже как бы огонь дверей шел. И напуганные разбеги оттуда в воду, отсюда в воду, воды нет. Единственная проблема у нас была, что у нас нет воды. С нашей улицы все ребята, кто могли, кто из дома баклажки, ведра, баки, у кого что-то дома было в запасе, все несли, потому что не знали, огонь полыхает, а чем тушить не знали. Прибывшая по вызову пожарная бригада МЧС России по республике ликвидировала возгорание. Причина пожара выясняется. По одной из версий, он мог произойти из-за неисправной электропоработки. В двух больницах Махачкалы объявлен карантин, сообщает сайт Минздрава Дагестана. Из-за кори полностью закрыт Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подростков. В учреждении выявили четыре случая заражения инфекцией детей. Кроме того, карантин объявлен в одном из отделений в родильном доме Республиканской клинической больницы, где у беременной женщины обнаружили паратит. Рост числа заболевших специалисты Минздрава связывает с участившимися случаями отказа от вакцинации. Новости культуры Исторический парк «Россия. Моя история» запустил флешмоб к 95-летию Расула Гамзатова. Его участникам необходимо прочитать наизусть произведения всемирно известного поэта и опубликовать видео на своих страницах в социальных сетях. Флешмоб будет продолжаться месяц. Напомню, что 8 сентября дагестанскому поэту Расулу Гамзатову исполнилось бы 95 лет. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам Республики местами дождь. В отдельных районах сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление до 18 метров в секунду. Температура 21-26. В горных районах 13-18. Местами до плюс 23. В Махачкале сегодня сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14. При грозе шквалистое усиление до 18 метров в секунду. Температура 23-25 тепла. Вода в море 25 градусов. На этом наш утренний выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго. Вы слушали Радио России Дагестан. Редактор субтитров А.Семкин